Ну, произошло здесь такое несчастье, это событие такое, что в ночь с 15 на 16 число в общей кухне, потому что это бывшее общежитие, в общей кухне прорвал стояк с отоплением, и пока жители спали, горячая вода уходила в подвал. То есть до утра, естественно, никто на это не мог обратить внимание. Дом, подвальное помещение наполнено с горячей водой, паром, фундамент дал, так сказать, чуть-чуть просело, отчего на первом этаже вверху как бы вышла стенка, кирпичная кладка внутрь, в коридор. И прошло обвальное в верхней части вот этой кирпичной кладки. Естественно, деревянные перекрытия второго этажа тоже самое накренились. Ну, что создало угрозу, естественно, проживание там людей. Как я еще раз повторяю, на первом этаже никого не было. На втором этаже проживают там две семьи. Это две семьи. Это мать, ну да, мать-отец и по двое детей. И одна многодетная мать, у которых трое детей. А также еще проживает молодая пара. Ну, они как бы сбоку, у них было помещение, оно никак вообще не отразилось. Значит, также был нами развернут пункт временного размещения на базе 106-й школы. Объяснили, что управляющая компания, силами управляющей компании на вот это разрушение будет восстанавливаться в самое ближайшее время. Даже не в ближайшее время, а буквально с завтрашнего дня они приступят к своей работе. То есть уже составлена смета на восстановление вот этих перекрытий и стенки. И также с управлением по жилищной политике начали мы сегодняшнее, ну, сегодня уже заниматься по предоставлению временного жилья. Значит, на сегодняшний момент у нас определили, что вот в остро нуждающейся, вот прямо на сейчас нуждаются две семьи. Это вот многодетная мама с тремя детьми и тоже семья с двумя детьми. Значит, на данный момент вот Абдулаевым уже вот перед тем, как ехать сюда совместно с представителями жилищной политики, мы вручили ключи от временного этого жилья. Значит, в течение, ну, пяти дней, там, как им захочется, они могут туда въехать, постепенно переезжая. Если необходима какая-то помощь от администрации, предоставление транспорта, ну, этому, естественно, предоставить. Социальными службами, то есть района, сейчас подготавливаются документы о выплате временного пособия вот именно пострадавшим при вот этой вот аварийной ситуации. То есть там, ну, в суммах я сейчас не могу сказать, как бы это не мое направление, но сейчас готовится и от городских властей, и от областных властей вот именно подготовка документов на выплату этих сумок. То есть каждая семья этой суммы получит.